МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уборка зерневых на финише, на чарзе кукуруза и Городнина. Увага усім, в Жлобине проверили готовность до реагования у надзвычайной ситуации. Дядуля советского спецназа, памятный знак военному дейчу Иллю Старынову, открыли в Гомельском районе. А зараз об этом иншим больше подробно. Сегодня в Гомелье отбылось первое посаджение Гомельской областной выборчей комиссии по выборах депутатов Палаты-продставников Национального схода Республики Беларусь. Члены комиссии обрали старшиню и наместника, а так само затвердили режим работы. В соответствии с частью второй статьи 37 избирательного кодекса Республики Беларусь на первом заседании комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. Уважаемые члены комиссии, прошу вас вносить свои предложения по кандидатуре председателя областной комиссии, пожалуйста. Несколько кампаний вы проводили с невером Алексеем Николаевичем. Поэтому я хочу вам предложить его кандидатуру на должность председателя комиссии, потому что вот все эти избирательные кампании, которые мы с ним вместе проводили, человек действительно уже знает законодательную базу и работал и с судебными инстанциями, и с обращениями граждан. Очень такой тактичный, вежливый. ГТА Пропанова потребуется одноголосно. Старшинью областной выборчей комиссии по выборах депутатов Палаты Простовников 7-го скликания становится Алексей Неверу. Раз некольких хвилин становится вядомая прозвища наместника старшини. Им стала Тамара Лукьяненко. Василь Зубец, собранный секретаром комиссии. На этом же поседжении затверждается режим ее работы. С 10-ти годин ранницы до 19-ти в будние дни и с 10-ти до 14-ти по субботах. Номеры телефонов областной выборчей комиссии 33-43-15 и 33-43-01. Поседжение комиссии завершилось уручением ее членам отповедных посвечений. Далее с 14 членов комиссии 4 вылучены политичными партиями и 5 громадскими организациями. Остатние – працонными коллективами и громадянами шляхом сбора подписов. В состав комиссии вошли люди уважаемые, достойные, отработавшие некоторые из них не первую избирательную кампанию. Поэтому, думаю, что это и позволит нам провести эту избирательную кампанию на высоком организационном уровне. С 10-го дня так само начинается подача заяв на регистрацию инициативных групп. Алексей Нюров, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Створение новых первичек, своечасовая выплата зарплаты и охова працы. Сегодня в Гомеле прошел 6-й пленум Совета областного объединения профсоюзов. О богученных проблемах и принятых решениях – материал наших корреспондентов. Проведение пленума и ошибная махчимость обмерковать ситуацию в коллективах и окреслить задачи, которые стоят перед профсоюзами на современном этапе. Тем более, что сейчас в первичках проходят спровоздачно выборшие сходы, от выника, у которых будет залежать эффективность деятельности организации на протягу наступных пяти годов. Зараз такие сходы отбылись уже у 70% первичек. Как выник, у будавничных организаций их заменили 10% у керунеков. У лесной господарцы, установок, адукации и навуки – 25%. А прожатого подчас кампаний удокладняются проблемы, какие сегодня заявляются для Галин наибольше актуальными. У нас 47% работников получают доплату до минимальной. Это не просто маленькая зарплата для людей. Это еще и тот фактор, который снижает мотивацию работников. Они не могут получить меры материального стимулирования. С 1 сентября повысилась заработная плата в отрасли приблизительно 12-14%. Но мы посмотрели, и это все-таки не решило проблему. Причем получают доплату не только тех персонал, получают работники хозгруппы, бухгалтерии, помощники-воспитатели. Есть надежды на то, что с 1 января вступает в силу закон, который изменит вообще систему оплаты бюджетников. Вот очень надеемся, что это как-то изменит ситуацию. Выники работы правовой и технической инспекции працы свершат. На предприемствах, где нема профсоюзов, порушения законодавства сустракаются больше часто. Подчас пленума охочивается лишь бы. Зарзу Гомельской в области, коля тысячи организаций, где не створены профсоюзные первички. Хоть и на инших предприемствах проблем пакуль хапая. Необходно повышать эффективность громадского контроля за оховой працы. Причем задача профсоюзов не только забеспечить профилактику вытворчего травматизма, али и оборонять интересы работников при отримании травмы. Еще один накерунок гаранты занятости для добросумленных работников. Со студене наступного года уступает в силу новая редакция працеванного кодекса, которая предугледживает иншую систему заключения контрактов. Як минимум на три годы. Еще одна важная тема – удосконаливание социального партнерства. Все лето профсоюзы, Абл-Выконкам и Союзные Мальников подписали новое погоднение об супрационнистве, якое утримливое шерах принципово новых позиций. Мы в августе месяце приняли областное соглашение на 2019-2021 годы. Оно тоже изменило порядка 20 норм. Прежнее соглашение носило более рекомендательный характер. А сегодня три стороны, профсоюзы, областные исполнительные комитеты, союзные манчели достигли договоренности и более 20 норм носят обязательный характер. И еще один момент на эти звернули особливую увагу. Профсоюзы мают на мер принять активный удел у выборчей компании. Причем размовы идут как про включение в состав участковых комиссий, так и про поддержку кандидатов у депутаты национального схода. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Аграры Гомельской области завершили уборку зерневых культур. Областный каравай вважает 686,5 тысяч тонн. Самые высокие воловы на молоте держали господарки Рейчицкого района – 69 тысяч тонн. А мальстолькие жубы до кошелевских хлеборобов. Самая высокая уроджайность – 31 центнер с гектара – все лето была на полях Рейчицкого района. Зараз по мере поспевания идет уборка просой гречки. Приступили и до нарыхтовки кукурузы на зерне. Намолочено больше, как 2200 тонн. Середняя уроджайность культуры – свыше 70 центнеров с гектара. Максимально худко оказать необходимую допомогу. В Жлобине проверили готовность аварийных службов и насельництва для реагования у надзвучайной ситуации. Часовым учебным центром стала мясцовая теплоэлектроцентраль. Миновито там, по легенде, ударился пожар. У эпицентра подея оказалась и наша здымочная бригада. Жлобинская АТС, начальник смены Митлужка. Произошел взрыв в топке Котлаковых ГМ-50 номер 3. Горит технологическое оборудование. Адрес улицы Ленинградская, 7А. Одночасово с выкликом спецслужбов у работы по минимизации наступства надзвучайной ситуацией включаются супрацовники предприемства. Отказные особы поддерживаются формулы деянов. Остатний працовный коллектив эвакуируется. Уличенные хвилины на теплоэлектроцентраль пробивают бригады и выротовальников, худками допомоги аварийной газовой службы и электросеток в сопровождении державной инспекции. Все разом приступают до ликвидации надзвучайной ситуацией и ее наступства. У координации деяния каждой службы оперативный штаб. Зладженная работа худка даёт выники. Районные службы районного звена областной подсистемы, государственной системы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций сработали на 10 баллов. Жлобинская АТС является одной крыльницей тепла и горячего водозабеспечения в городе. Любая аварийная ситуация может привести до масштабных наступствов. К тому разом со спецслужбами по зачерговую практичную тренировку по реагованию на надзвучайную ситуацию проходили и супрацовники теплоэлектроцентрали. Работники Лобинской АТС оперативно выполнили те задания, которые положены согласно плану ликвидации аварии, и выполнили те мероприятия, которые обеспечивают доступ в службу города для приведения соответствующих мероприятий по тушению пожара. После завершения отпрацовки деяния спецслужбами, супрацовникам теплоэлектроцентрали пропоновали прости квесты по правилах, поводенных в надзвучайных ситуациях. Оказание доурочебной допомоги при утоплении, ликвидация узгорания, формула деяния узвучайного наведывальника гандлевого центра при возникнении пожара. Энергетики отказывали на пытании, на практице показывали способы выезти с ситуацией и делились особистым опытом. Очень полезно и содержательно получилось все это мероприятие. Считаю, что почаще надо. Это все-таки безопасность, безопасность наших близких, наших детей. Поэтому чем больше такого подобных мероприятий будет проводиться, тем лучше. У делу акции приняли так само супрацовники газовой службы, и они представили выставу сучасной спецтехники, которую выкористовывают в своей повседенной праце. Одразу по завершении кампании «Один и день безпеки» с 10 вересня в Украине стартует месячник безпеки по правилах корыстания газом в побытце. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, отеля радует кампания «Гомель» сажлобина. Памятный знак военному дзеячу Иллю Старынову открыли в Гомельском районе. Мемориал разместили на территории санатория Чонки. А с доверсийной навуки, распрацовщик уникальных выбуховых прилад, полковник Илля Старынов пройшел грамадянскую, испанскую и финскую войны. И он был одним из основанников частей специального призначения, тому его называли «дядулем советского спецназа». Летом 1941 года Илля Старынов узначаливал оперативно-новучальный центр у Чонках, спецшколы якого были створены увезцы Марковича Гомельского района и под Мазыром. По документах подрыхтовку у них першопочатково повинны были пройсти каля 400 человек. Инструктажи проводил непосредственно для Старынов. Будучим бойцам плумачили, что массовые диверсии здольны парализовать ворога и одночасово примусить его отмовиться от жорстких репрессий супрацмирного насельництва. Это первый человек в рабочей крестьянской Красной Армии, потом в Красной Армии, потом в Советской Армии, который создал на профессиональной основе подготовку разведчиков-диверсантов. Что такое разведчик? Оно предполагает как бы несколько направлений. Есть внешняя разведка, политическая там, а это именно диверсант, который выполняет поставленную задачу, то есть прототип сегодняшнего спецназа. 2 сентября, как вы знаете, 1045 года завершилась Вторая мировая война, составной частью которой, безусловно, является Великая Отечественная война. Это наибольший, скажем так, вклад при всем уважении, отдаем мы дань, безусловно, и дань признательности нашим союзникам, но наибольший вклад в эти события, в достижение победы внес, безусловно, Советский Союз. Илья Старынов узнагороджены двума орденами Ленина, пятью орденами Червоного стяга, орденом Кастрычницкой революции, а так само и иншими медалями. Ушиновать память военного деяча на митинг приехали представники Министерства обороны Беларуси, областного управления КДБ и военного комиссариата, объединения ветеранов военной разведки и военно-патриотичного центра СКИФ. Славные традиции поколений героев протягивают сучасные войсковцы. Сегодня Гомельская пограничная группа означает 22 годы с Дня Створения. С этой нагоды в войсковой части 12.42 пройшел урочистый концерт. Гомельский пограничный отряд был створен в ответственности с указом президента Беларуси 31 липня 1997 года. 3 вересня подразделения уручили боевистях, а в 21.31 снежня пограничный отряд приступил до охоты державной мяжи с Украиной. И он имел одну резервовую заставу и группу катеров. Сегодня в зоне его отказности 305 километров, и этому участку в Державном пограничном комитете надается значная увага. Гомельская пограничная группа – неотъемная частка системы национальной обеспеки Республики Беларусь, якая заховывая суверенитет и территориальную целостность нашей краины. Очень много сделано как в качественном улучшении охраны государственной границы, так и в улучшении бытовых условий наших пограничников. Произведен очень большой комплекс мероприятий Центром инженерного обеспечения, который, не побоюсь этого слова, этому в течение двух лет мы закроем полностью сухопутный участок. Это не менее 75 километров в пределах Дубровского и Гомельского района с инвестиционным прикрытием. Большой объем работ проведен на пограничной заставе Карповка, в пограничной заставе Луев продолжаются работы, пограничная застава Камарин преобразилась, сейчас работаем на Саревичах. Это все ваш труд. Как признание заслуг Гомельской пограничной группы узнагороджения военнослужащих медалями за бездакорную службу, 75 годов вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и 100 годов внутренним войском Республики Беларусь, а так само нагрудными знаками выдатник органов пограничной службы и 100 и 200 выходов на охову державной храницы. Среди инших узнагородов гонор свята – грамоты, подяки, грошовые премии, присвоение новых военных званий и повеличение протяглости в отпуску. Кастинг под открытым небом. В Центре моды «Прихожусь и Хрустальная нимфа» провели День открытых дверей. Свят организовали на свежем поветре, навод подыум усталевали на улице. Удельники мероприемства в неформальных обставинах смогли познайомиться с педагогами модельной школы, доведаться об умовах навучения и увидеть в дефиле выпускников. Жадающие прошли кастинг. Такой формат проведения кастинга – это замечательная возможность пригласить всех желающих на обучение в нашу школу, в наш Центр моды и красоты «Хрустальная нимфа». Также замечательная возможность проводить последний день лета в такой хорошей компании, модной, стильной, и зарядиться на будущую зиму хорошим настроением, позитивом. На приконце мероприемства отбылся розыгрыш бесплатного навучания в школе прихожостей «Стылю». Такий подарунок до нового навучального года отримали две юные прихожане. После уручения сертификатов они вышли на подыум и отримали первые аплодисменты. Это и так сама иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле раскрыто дерзкое разбойное нападение. Трое мужчин, одному из которых 17, избили, а потом затолкали в машину женщину и увезли ее в лес, чтобы под угрозой забрать ее деньги. Само нападение случилось на улице Быховской областного центра. Трое мужчин подошли к владелице белого БМВ и, применив физическую силу, похитили ее на глазах у очевидцев. Кто-то из свидетелей сообщил об этом в милицию. Тут же все наряды и патрули были подняты по тревоге. Белой БМВ удалось обнаружить экипажу ГАИ на трассе Чернигов-Гомель. Началась погоня, которая закончилась в Новообеллице на улице Севастопольской. Правда, когда инспекторы подошли к машине, за рулем находилась только потерпевшая. На теле женщины имели следы от побоев. Оказалось, что преступники, заехав в тупик, сбежали вместе с украденными деньгами, а пострадавшая пересела за руль и поехала навстречу милиции. Женщину госпитализировали, но она успела сообщить правоохранителям подробности дерзкого нападения. Оперативники при поддержке бойцов ОМОН по горячим следам в советском районе города Гомеля задержали одного из нападавших, гомельчанина, 2002 года рождения. В настоящее время известны двое других соучастников. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения. Все трое ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Разбой. В лесном массиве злоумышленники угрожали женщине расправой и изнасилованием требовали 15 тысяч долларов, которые якобы задолжал им ее покойный супруг. Там же они узнали, что в багажнике машины в рюкзаке лежит 5000 долларов в США и 400 белорусских рублей. Забрали деньги и поехали обратно в Гомель. Установлено двое из разбойников – родные братья. Привез двоих детей на линейку в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ГАИ доставили на освидетельствование водителя, который 2 сентября, подъезжая к средней школе номер 28, нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения. Во-первых, не пристегнул своих детей ремнями безопасности. Во-вторых, сел за руль под шофе. Остановив автомобилиста, инспекторы почувствовали, как из салона его авто повеяло стойким запахом алкоголя. Водителю транспортного средства было предложено проехать с сотрудниками милиции для прохождения процедуры освидетельствования, которое показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышает допустимую норму в два раза. В отношении мужчины был составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Его автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. Спасателям при помощи буксировки пришлось откреплять друг от друга легковушку и грузовик, которые, столкнувшись, намертво сцепились между собой поврежденными фрагментами кузова. ДТП произошло в Седлогорском районе на трассе Р-82. Изначально легковой автомобиль Volkswagen Passat лоб в лоб столкнулся с автомашиной Renault, после чего первую иномарку отбросило под грузовик. Чтобы деблокировать из машины водителя, спасателям пришлось сначала при помощи троса растащить два автомобиля, а потом воспользоваться гидравлическим инструментом и высвободить водителя. Мужчину госпитализировали. В Петриковском районе милиционеры обнаружили у семейного скандалиста охотничье ружье и арсенал боеприпасов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, скандалил и применил рукоприкладство по отношению к жене, из-за чего та и обратилась в милицию. Семейного дебошира доставили в райотдел для разбирательства, а дом решили обыскать и, как оказалось, не зря. Участковый вызвал следственно-оперативную группу, в результате чего были обнаружены 95 патронов различного калибра, двуствольное ружье, затвор с рамкой и стволом к немецкому карабину, тротил и электродетонаторы. В настоящий момент владелец арсенала, который ранее был охотником, задержан. Проводится проверка. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель и Алексей Меркулов прекратили сотрудничество. Контракт с главком зелено-белых расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий. Меркулов возглавил Гомель в июле 2018-го. В нынешнем сезоне команда в 20 матчах одержала три победы, шесть раз сыграла в ничью и потерпела 11 поражений. В турнирной таблице зелено-белые на 13-м месте. В Бресте состоялся открытый чемпионат Беларуси по стрельбе из лука на призы летчика-космонавта Петра Климука. В состязаниях юниоров в отдельных упражнениях Никита Дубровский завоевал четыре золотые награды. Также на его счету серебро в дуэли в старшей возрастной категории. В состязаниях юношей Евгений Смольский шесть раз поднимался на пьедестал почета. В его активе четыре золота и бронза в индивидуальных упражнениях. И третье место в миксте в паре с Ариной Шуляк-Нестеренко. Данил Кравченко трижды поднимался на пьедестал. У него серебро и две бронзы. Шесть медалей завоевал Денис Санувонг на открытом чемпионате Беларуси по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Могилеве. Гомельчанин завоевал серебро в многоборье, а также золото и три бронзы в отдельных видах. В командном первенстве сборная Гомельской области заняла второе место, уступив только спортсменам из столицы. В Минске состоялся чемпионат Беларуси по легкой атлетике. В общем, в зачете команда Гомельской области заняла шестое место. У наших атлетов одна золотая медаль. Чемпионом страны в беге на 3000 метров стал Дмитрий Иваненко. Также в копилке нашей команды семь серебряных наград и пять бронзовых. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.